Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, в студии «Анэшел Корбек». В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. В Карагандинском кафе взорвались баллоны газа. Водители Грубьяна с 22 маршрута уволят из третьего автопарка. В возрасте 75 лет ушла жизнь одна из самых выдающихся по этой стране. В Карагандинском кафе взорвались баллоны газа. Хлопок газовоздушной смеси в последующем горении произошел в складском помещении на первом этаже заведения. Пожар охватил стеллажи, оборудование и товароматериальные ценности. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Здесь милиция работает, пожарная. Пока не дадут приглашения, пожалуйста. Все вопросы говорят, что мы проводим. Можно спросить у вас? Нет. Владельцы кафе до сих пор в шоке. Пострадал не только их бизнес, но и семеро сотрудников увеселительного заведения. Взрыв газового баллона случился около 10 часов вечера. Вылетели стекла. В результате семеро человек с термическими ожогами различной степени были доставлены в клинику имени Макожанова. Трое из них пострадали больше всех. Тяжесть травмы на данный момент оценивается у троих больных как в средней степени. И трое – это тяжелое. Из этих троих одна крайне тяжелая. На данный момент еще оперативную вмешательность мы не проводили. Вот эти трое больных находятся в состоянии шока. То есть надо вывести сначала из шока. Потом уже будет оперативное лечение обоим. Вернее всем троим. Но тут посмотрим уже, как они будут выходить из шока. Потому что сами по себе травмы очень тяжелые. Со слов очевидцев, в кафе Джесси среди посетителей находились и дети. К счастью всех, карагандинским спасателям удалось эвакуировать. Службы пожаротушения возгорание ликвидировали в течение часа. В тушении пожара были задействованы более ста сотрудников и техника различных ведомств. Вчера в двухэтажном, пристроенном к дому печати здании, в котором расположено кафе, произошел хлопок газовоздушной смеси. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. В ходе пожара пострадал персонал. Газовый баллон в сгоревшем кафе был установлен с нарушением правил противопожарной безопасности. Об этом сообщили в ведомстве. Говорят, что заведение было открыто в августе прошлого года. Потому проверку на предмет пожарной безопасности провести не успели. Пользоваться газовыми баллонами имеют право только жители малоэтажных домов. Напомним, что двухэтажное здание «Джессис» пристроено к четырех- и десятиэтажным корпусам акционерного общества «Карагандинская полиграфия», «Дом печати». Точные причины происшествия выясняются. А вот когда восстановится здание, пока неизвестно. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Госаппарат все чаще дает сбои. Об этом рассказал на пресс-конференции, которую организовал Ерлан Дюсимбаев, бывший начальник отдела департамента по контролю и социальной защите по Карагандинской области. Обратиться к общественности его заставило отношение системы к своим сотрудникам. Сергей Высокосов с подробностями. Все началось с реорганизации департамента в новый государственный орган управления по инспекции труда по Карагандинской области. Инспектора труда, которые раньше входили в состав департамента по контролю и социальной защите населения Карагандинской области, который в свою очередь подчиняется комитету контроля и социальной защите министерства труда, должны были с 1 июля быть переданы код Акимате области. То есть Акимат Карагандинской области должен был учредить новое управление. Управление все-таки было создано, но только 30 июля, на месяц позже. Инспекторы же были уволены согласно перевода, а не реорганизации. Затем их попросили написать заявление о приеме на работу в новую организацию задним числом. Якобы управление все же заработало с 1 июля прошлого года. Это маразм. Управление создано 30 июля, а инспектора пишут заявление с 1 июля. Здесь тоже имеется место коррупционный фактор. Ну, все это надо было, чтобы скрыть недоработки. Ерлану, бывшему начальнику отдела, предложили должность главного специалиста, что явно не соответствовало его классификации государственного служащего. От должности начальника отдела по Балхашу он отказался по вполне понятным причинам. Расстояние немалое. Что делается после этого? Я обращаюсь в наш департамент. Говорю, вот вы обязаны мне выплатить. Они говорят, мы вам выплачивать ничего не будем. Но здесь они воспользовались правильными законодательствами. Так как, согласно закону, написано, государственным органом, если в случае отказа госслужащего от работы, ему выплачивается выходное пособие. А в законе о госслужии не написано, какой госорган выплачивает. То ли тот госорган, с которого я ушел, то ли тот госорган, который появился. Мы все знаем, что наше законодательство несовершенно. Ерлан Дюсенбаев открыл, что нет четкого определения, кто может давать толкование законодательных актов. Стараясь выяснить мирным путем, кто же все-таки должен выплачивать госслужащему выходное пособие, он обратился к главному инспектору труда и получил ответ только через 33 дня. И то ему пришлось лично приходить за ним. На ваше обращение 3 октября 2013 года сообщали, что в связи с тем, что запрос департамента по вашему обращению по выплате коэффициации находится на рассмотрении в комитете по контролю, в связи с защитой, срок рассмотрения данного обращения продлен на один месяц. Это уже нарушение. Да, проволочка – самый действенный способ затереть и забыть тяжбу. Это позиция сегодняшнего чиновника, в чем и убедился бывший государственный служащий Ерлан Дюсенбаев. Более пяти лет защищал права граждан по заработной плате как раз таки. И сам оказался в такой же ситуации. Но парадокс в том, что это государственное служащие, государственного органа, который должен соблюдать законы. Согласно закону государственной службы, интересы граждан, они превыше интересов государства. А госаппарат все чаще дает сбои. Об этом говорят и последние скандальные разоблачения. Но соблюдая честь мундира, не каждый, находящийся на государственной службе, готов открыто заявить об этом. Ерлана Дюсенбаева за шесть лет службы, видимо, сильно допекло, что чиновников больше волнует не организация и улучшение работы, а личная заинтересованность в сохранении кресла. У меня сложилось впечатление, что любую должность начальника управления можно занять, либо если у тебя есть агашка, либо если у тебя есть большие деньги, то я считаю, что просто на госслужии делать нечего. Поэтому вот мое отношение к государственной службе. Данный сертификат, я считаю, просто показуха государственной службы, в той системе, которая у нас существует. Неожиданный и вызывающий ход. Ерлан Дюсенбаев на этом точку не ставит. Оставляет за собой право добиваться справедливости в суде. Водителя С-22 маршрута уволят из третьего автопарка. Напомню, недавно одна из пассажиров сняла на камеру своего телефона, как он курил и хамил. Эти кадры взорвали интернет. Сделала их жительница посёлка Топар Ольга Матакова. Села в автобус, заплатила за проезд, но никак не планировала дышать никотином. Она попросила курящего водителя выбросить сигарету, но в ответ получила лишь оскорбление. Директор третьего автопарка пообещал, что водитель Грубиян будет уволен. Но это не единственный водитель, который не знает элементарные правила перевозки пассажиров. Подобных видео про карагандинских перевозчиков в интернете не сосчитать. К слову, под вопросом стоит квалификация другого водителя маршрута, который переехал 11-летней девочке ногу. Судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести причиненного вреда здоровью школьницы. Сейчас она находится в клинике имени Макожанова. В Исказгане госпитализирован арестант изолятора временного содержания. Знак несогласия с призявленным обвинением в хранении героина. Он проглотил 4-сантиметровый железный шуруп от плинтуса. Естественно, арестованному стало плохо, еще бы в желудке железяка. Сообщил он об этом дежурному изолятору. Обвиняемый был доставлен в городскую больницу, где его обследовали с помощью рентгена. Обнаруженный шуруп будут извлекать операцией. А чтобы протестующий не скрылся, возле больничной палаты выставили конвой. В возрасте 75 лет ушла из жизни одна из самых выдающихся по этой страны, видный общественный деятель Фариза Унгарсынова. Воспоминания о ней карагандинских писателей и поэтов в следующем материале. Фариза Унгарсынова Народный писатель, автор целого ряда поэтических книг и публикаций. Ее первый поэтический сборник «Соловей» вышел в 1967 году. Позже были опубликованы книги со стихами «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение». Сборник художественных очерков «Высота» и документальная повесть «Камшат» также принадлежат ее Перу. Многие произведения Фариза Унгарсынова переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья. «Смерть Фаризы Унгарсынова – большая потеря для каждого казахстанца. Фариза – незаурядная личность, она замечательный пример для всех нас. Мы с детства были влюблены в ее творчество, которое востребовано не только в области литературы». Не может вспоминать о великой поэтессе без слез ее коллега, последователь Серы Кахсунгарала. «Куда ни посмотри, и в интернете, и в фейирах говорят об одном – о том, что Фаризы Унгарсыновой больше нет. Конечно, очень тяжело пережить такое, но она навсегда останется в сердцах каждого благодаря своему творчеству. Ее место особенно в мире поэзии, и это место никто не сможет занять. Народ всегда будет ценить ее». Эми Фаризы Унгарсыновой никогда не будет забыта. Ее безграничным талантом будут восхищаться всегда. Уже много лет большинство ее стихов положено на музыку и звучат на казахстанской эстраде. В области снижается количество чрезвычайных ситуаций и число погибших в них. Сегодня в здании ВАСКУМР презентовали новую технику современного и спасательного оборудования. Для этого собрались 180 участников из разных районов области. Сегодня на учебно-методический сбор были приглашены начальники штабов областных, городских и районных служб, руководители, заместители областных департаментов и управлений, специалисты химически опасных объектов, крупных промышленных предприятий. Все собрались для того, чтобы еще раз выслушать требования порядок взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории нашей области. 80% имеются защитные сооружения и в случае необходимости персонал может укрываться на время в этом защитном сооружении. На химически опасных объектах также должны быть антидоты. Такие сборы в организации ВАСКУМР проходят ежегодно. Их основная цель – еще раз обучить всех руководителей гражданской обороны, как правильно реагировать на возникшие чрезвычайные ситуации. В этом мероприятии приняли участие 180 человек из 9 районов нашей области. Чем отличается этот сбор от обычных сборов по гражданской обороне? Сегодня в качестве преподавателей выступают сотрудники аппарата департамента по чрезвычайным ситуациям, то есть начальники управления и отделов департамента. Они доводят нормативные документы, рассказывают, какие изменения в них произошли, и рассказывают, какие новые требования появились по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Для всех участников сбора была организована выставка современного спасательного оборудования и печатной продукции по государственной системе предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Благодаря общим усилиям в прошлом году в Карагандинской области было снижено количество не только чрезвычайных ситуаций и происшествий, но и число погибших. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Кого приглашают в шахтерскую столицу на свадьбу или дни рождения бизнесменов? Во сколько обходятся популярные звезды жителям Караганды? И почему любимцы публики стали меньше давать концертов в нашем городе? Николай Кровец с подробностями. В шахтерской столице российская певица Нюша была в 2012 году. На ее концерт пришли посмотреть многочисленные поклонники. Даже в карагандинском цирке не было свободного места. Чего не скажешь про других популярных исполнителей, таких как Лолита, Валерия и многих других. На их концерты приходило небольшое число жителей нашего города. Всему виной дорогие билеты. Любимчик карагандинских девушек певец Кайрат Нуртас тоже не часто бывает с концертами в Караганде. Последний раз он порадовал своим выступлением в ноябре прошлого года. Немногие отечественные исполнители собирают большое число своих поклонников в нашем городе. В последнее время в шахтерской столице редко дают сольные концерты популярные звезды. Директор праздничного агентства Алина Лимаренко больше не хочет устраивать подобные мероприятия в нашем городе. Дело в том, что не всегда угадаешь, сколько людей придет посмотреть на популярного исполнителя. Для того, чтобы люди узнали о концерте, все было с нашей стороны сделано правильно. Но почему-то люди все-таки более пассивные и не пошли. И потом, это было лет 5-6 назад, сейчас я смотрю по городу. То есть концертов звезд у нас крайне мало. Но на частные мероприятия звезд привозят достаточно часто. Как считает Алина Лимаренко, сегодня пригласить звезду в наш город довольно легко. Были бы желания и деньги. Сегодня люди могут заказать своего любимчика сцены. В Караганду праздничное агентство привозили разных артистов, среди которых группа 101, Алдавай, дуэт Арнау и певица Макпалыс Абекова. Пользуется спросом и народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Из зарубежных звезд у нас выступала певица дискотеки 80-х Сиси Кейч. Правда, зажигали звезды только на корпоративах. Звезды казахстанской эстрады от 6 тысяч уе и выше. Ну, 6 – это такая средняя начальная цена, наверное. А самая высокая? Самая высокая – Батархана Шукенова, наверное. Среди казахстанских исполнителей на частных вечеринках пользуются спросом Батархан Шукенов. Можно сказать, что сегодня он самый высокооплачиваемый артист в казахстанском шоу-бизнесе и довольно часто бывает в нашем городе. Для тех, кто не желает выкидывать большую сумму денег, можно пригласить на свою вечеринку и карагандинских пародистов – российских и зарубежных звезд. Их сегодня в городе множество, но пока лишь самым популярным является Михаил Шарш. На сцене он работает давно и легко перевоплощается в любой образ – либо это Маша Распутина или любимая Верка Сердючка. В ближайшее время больших концертов звезд казахстанской и российской эстрады в Караганде не ожидается. Любимцы публики будут ублажать слух богатых бизнесменов нашего города. Николай Кровец, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Знакомство в Реале. Необычайно популярное в Америке и Европе движение пришло и в Караганду. Впервые в Караганде ресторан «Олимпия» проводит грандиозный спид-дейтинг или быстрое знакомство. В чем суть новинки из «Олимпии» расскажет наш корреспондент. Ресторан «Олимпия» решил организовать интригующий вечер знакомств. 14 февраля здесь соберутся люди, которые, учитывая свои интересы, смогут найти друга, партнера, романтическую пару. Интернет такую возможность никогда не заменит. Общение вживую рождает ту невидимую нить симпатий, которая может прирасти в нечто большее. Вам предлагается не шоу, а реальный жизненный шанс быстро найти визави, без лишних затрат и волнений. Представляете, сколько ненужных случайностей вы избегаете, придя 14 февраля в Олимпию. Правила просты. Девушки и мужчины садятся напротив друг друга и за три минуты узнают о партнере все, что надо. Так как нет обязательств друг перед другом, то все искренне определяют свой интерес. Затем партнеры меняются. Стандартная ситуация 10 на 10. Каждому гостю «Олимпии» 14 февраля выдается карта симпатий. Если они совпадают, то только тогда происходит обмен телефонами и другой информацией о партнере. Когда человеку нет времени для того, чтобы встретить свою вторую половину в автобусе, в супермаркете, на дискотеке, тогда для этого есть вечер флирта, который ни к чему, в принципе, не обязывает, но дает возможность людям увидеться, встретиться, пообщаться. И причем сделать это очень быстро, без каких-либо обязательств. 14 февраля вам выпадает отличная возможность не просто провести весело время, но познакомиться с новыми людьми, завязать интересные знакомства и, возможно, встретить свою судьбу. Все в ваших руках. Спид-дейтинг – очень удобный вид знакомства по интересам, особенно в наше стремительное время. А время сегодня стоит очень дорого. Порой просто нет ни одной минуты на долгий процесс узнавания друг друга. Ресторан «Олимпия» предлагает вам современный и уже проверенный способ быстрого знакомства. Ресторанный комплекс «Олимпия» на протяжении уже шести лет проводит свадебные торжественные мероприятия, соединяя сердца влюбленных. И вновь мы рады пригласить вас на интригующую вечеринку «Знакомство в реале», посвященную Дню влюбленных. В 24 часа спид-дейтинг подхватит шоу-программа в ночном клубе «Олива», который находится при ресторане «Олимпия». Пары смогут потанцевать и поучаствовать в караоке. 14 февраля ресторан «Олимпия» ждет решительных, энергичных, ищущих людей. Предварительные заказы принимаются по адресу проспект Шахтеров, дом 35, дробь 1. Телефоны 40-31-39, 40-31-37, сотовый 8-702-461-0308. Спешите! Количество мест ограничено. Каждое сердце имеет свою половину. Сергей Высокосов, Габиден Курышбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 25 января по 1 марта на сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования 80-летия города Караганды. Торголево пройдет в районе торгового центра «Юбилейный», «Гринмарт» и на площади перед магазином «Турист». Свою масомолочную и плодовощную продукцию районные и местные товаропроизводители будут реализовывать по ценам ниже рыночных на 10-15%. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у нас все. До встречи. Амансово вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова